Ну ладно, давайте начнем. Значит, я хочу рассказать про второе мотивное отображение Хоффа и как оно связано с симпликтической ориентацией и какие-то интересные последствия влечет эта связь. Пожалуйста, даже я так не буду резко и часто встречаться, но вы расскажете, что такое второе отображение. Конечно, я все расскажу. Или задавайте вопросы, если я что-то говорю непонятно, или пишу непонятно, или еще что-нибудь непонятно. Вот, но начнем мы, конечно, не с второго отображения Хоффа, а с первого отображения Хоффа. Я буду долго про него рассказывать скорее, а потом расскажу, как это все во второе переделывается и влечет последствия. Давайте начнем с определения обычного мотивного отображения Хоффа. Ну, большая часть слушателей хорошо знает, что это такое. Значит, надо взять А2 без нуля, то есть проколотую плоскость, взять по 1. И есть, естественно, отображение, которое берет точку XY и отправляет ее в прямую, соответствующую X2 точку Y. Но лучше отметить еще точки везде, то есть брать не просто схемы, а схемы с отмеченной точкой. Я отмечу. Тут неважно, какие точки отмечать, потому что все связано в сильном смысле. Но давайте я отмечу точку 1.1 и там, и там. Вот эта штука называется просто отображением Хоффа обычно. Отображение Хоффа. Те, кто это видит почему-то первый раз, я на всякий случай напомню, что можно взять вещественные точки в это отображение, можно взять комплексные точки. Если взять комплексные точки этой штуки, то получается отображение из чего-то гоматопически эквивалентного трехмерной сферы в CP1, то есть двумерную сферу. Ну и вот это отображение из трехмерной сферы в двумерную сферу, как раз обычное отображение Хоффа из топологии. Но давайте мы стабильно посмотрим, что это за отображение. Сфера, которая слева написана, то есть A2 без нуля, в мотивных индексах это сфера 3.2. Справа написана сфера с индексами 2.1 и, соответственно, стабилизируя все и беря какую-нибудь надстройку или денадстройку, мы получаем какой-то элемент в стабильных мотивных гоматопических группах сфер. Это отображение в стабильных мотивных гоматопических группах сфер, которое лежит вот здесь. А S это базовая схема. Сейчас, секундочку. Вот. Но индексы у меня какие-то один из вариантов индексов. Я не очень хочу на нем останавливаться, просто мне будет в какой-то момент такие удобнее использовать. Вот этот нолик в честь того, что это нулевая симплециальная направление, а это минус 1 в честь того, что это отображение как бы из одной копии FGM в точку. Вот. Это элемент это. Но можно его по-другому определить немножко. Все это определение выше, которое я сказал, это то, которым я обычно пользовался, и всегда, когда рассказывал, я его использовал. Сейчас я другое скажу определение еще. Можно взять GM крест-GM. Сейчас я под GM понимаю прямую с выкинутым нулем, как обычно, но я считаю, что она с отмеченной точкой с единицей. Это сфера 1.1. Вот. Есть GM крест-GM. Эта группа можно посмотреть на умножение. Точку XY управляет в выток из Y. Что мы в результате получаем? В результате мы получаем отображение из сферы 1.1, крест сферы 1.1. В снова S1.1. Произведение двух пространств с отмеченной точкой стабильно раскладывается в сумму из трех кусочков. В букет. То есть раз S1.1. Потом еще раз S1.1. И потом еще смеш-произведение. То есть сфера 2.2. Но это только стабильное расположение? Ну, неважно. Мы все равно, на самом деле, хотим все в стабильной категории. Меш ты скажу. Чего? У тебя букет написан, а ты сказал смеш. Ну, все правильно. Я сказал и написал. Потому что 2.2 это смеш, S1.1 и еще одно S1.1. Я понял, да. То есть одна штука это один фактор, вторая штука это второй фактор, а третья штука это смеш. Этих двух штучек. Мы отвечаем в какую-то внешнюю точку. Почему там эти первые два штука появляются? Казалось бы, мы их приемножаем, просто сложить их, нет? Нет, сложить надо, это когда ты берешь смеш-произведение, а тут крестик написано. Просто произведение двух пространств. Я сейчас про это подробнее буду говорить, так что не будет. Все станет точно понятно. Но пока я просто говорю, что эта штука стабильно раскладывается в такой букетчик. Я сейчас поясню чуть позже, более аккуратно, как раскладывается, потому что мне это будет интересно. Ну и вот получается, что это отображение стабильно дает вот это умножение, с которого мы стартовали ножами, оно стабильно дает отображение из сферы 2.2, сферы 1.1. Ну и вот можно проверить, я это чуть позже покажу, что это то же самое отображение, что было определено выше. Опять же, с точностью до надстроек каких-то. Но это в любом случае тоже получилось отображение, значит, стабильно из сферы 1.1 в точку, как и выше. Теперь я хочу чуть-чуть подробнее поговорить про вот это стабильное разложение, и как оно раскладывается, проведение в букетик, потому что там есть забавная конструкция, которая мне понадобится. Значит, как стабильно разложить произведение. У меня будет x и y, это два каких-то… Ну, сейчас можете думать про них как угодно, можно думать, что это мотивное пространство с отмеченной точкой, можете думать, что это просто симплициальное множество с отмеченной точкой, что это все… Сейчас не очень важно будет, конструкции все одинаковые. x – это пространство с отмеченной точкой, y – тоже пространство с отмеченной точкой какой-то. Вот. Давайте я напишу сначала определение смеш-произведения, которое все хорошо знают. Значит, что такое смеш-произведение? Это надо взять x умножить на y и стянуть там букетик. То есть надо взять букетик, туда он отображается естественным образом, и фактор – это смеш. По определению смеша. Вот. Ну, вот я говорю, что все хорошо знают, что эта последовательность расщепляется стабильно. Ну, и на самом деле после первой же надстройки она расщепляется. Давайте я сделаю первую же настройку. Я все-таки в мотивном контексте, поэтому я буду писать 1.0 надстройку, а не просто S1. Но имеется в виду просто одна симплициальная надстройка. Значит, такая же последовательность. Я просто переписываю, но с этим Sigma 1.0. Sigma 1.0 от смеша. Но дальше вот последнюю стрелку можно расщепить. Более-менее. С точностью до гомотопии. Есть такая конструкция, как join, про которую я сейчас буду говорить подробнее опять же, которая с точностью до гомотопии то же самое, что надстройка от смеша, но с другой стороны для нее есть, естественно, стрелка в обратную сторону. То есть из join есть стрелка в надстройку от произведения, но с другой стороны, если пройти сначала в надстройку от произведения, а потом спроецироваться, то это будет гомотопическая эквивалентность. Что такое join? Но сейчас я дам не очень аккуратное определение сначала. Значит, где этот join? Это гомотопический капредел такой диаграммки. Надо взять x крест y. Из него есть проекция на x, есть проекция на y. Ну, просто взять гомотопический капредел этой штуки. Но я сейчас чуть позже явно конструкцию напишу, которой я буду пользоваться. Сейчас еще раз точнее. Это стабильная эквивалентность, да? Ну, то, что нет. Здесь уже обычная эквивалентность. Гомотопическая. В смысле, это все утверждение про пространство, про симфрициальное множество. То есть это гомотопия. То, что я сначала говорил, что можно стабильно разложить, там все достаточно, там достаточно одной надстройки. Вот я ее проделал, и после этого вот эта картинка, которая тут нарисована, она уже верна нестабильно. То есть есть у тебя этот join, из него есть стрелка в надстройку от произведения и композиция. Вот это. Это гомотопическая эквивалентность. Нестабильная обычно. Но я сейчас про это аккуратно скажу. А intuitive начинает соединить все точки X и Y. Правда? Да, но я сейчас напишу опять какую-то карту, нарисую явно определение. Ну join, да, из какой-то базового курса. Что вы говорите для диаграммы? Я сейчас пропустил, а тут как-то не написано. Для какой? Она просто... Ну вот, вот есть какая-то штука четырех, значит, объектов. Да, там нарисована слабая эквивалентность по диагонали. То есть последняя стрелка расщепилась более-менее с точностью до гомотопии. Вот эта проекция, она расщепилась. Да, 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 конечно. Да, да. Ну или кфайбер, скорее. Но поскольку нас стабильно это интересует, то не очень важно. Стабильно это выделено треугольник в стабильной гомотопической категории. Так, да, Сережа спросил про join. Да, это тот самый join, который некоторые могут помнить из-за курса топологии. И он выглядит так, что вы берете x, берете y и все точки x соединяете со всеми точками y отрезками. Но как бы не пересекаясь. То есть эти отрезки как будто бы не пересекаются. Вот так соединяете. Но сейчас я напишу аккуратную конструкцию. Ну да, в топологии это обычно делают так, что если у вас есть какое-то, не знаю, там что-нибудь в Rn, что-нибудь в Rm, вы берете его, запихиваете все это дело в Rn плюс m плюс 1, наверное, но вот в разное, в разное, так сказать, гиперпространство. И вот там соединяете уже отрезочками. Из-за того, что эти отрезочки, они как бы вылезают из этих пространств, они там попарно не пересекаются. Но сейчас будет аккуратная конструкция. Второй листочек. Аккуратно так, конструкция такая. Это явно модель для этого гомотопического предела. Значит, надо взять x, взять y, перемножить их и взять еще отрезочек один. И это у меня симплициальный интервал. И в этом произведении стянуть… Сейчас я напишу, что. Значит, все точки такие должны быть дождицелены с точками такими. Здесь сказано, что мы берем нижнюю грань, то есть последняя координата равна нулю. И в этой грани берем координату… Берем все y. То есть берем нижнюю грань. Нижняя грань – это x крест y. И берем ее, схлопываем просто в x. Здесь написано. Так что мы отрезочисляем с разными координатами… С одной и той же координатой по x и разными координатами по y. То есть в самой нижней грани у нас просто x висит. Это первое, что мы отрезочисляем. Второе – это мы делаем то же самое на верхней грани. Только там не в x схлопываемся, а в y. Ну и поскольку у нас все было соотмечено точкой, еще для красоты надо было стянуть один отрезочек вертикальный. Но про него можно особо не думать. Это такая штука, где если убрать верхнюю и нижнюю грань, то у нас более-менее напишено x, y, крест отрезок. Но на верхней грани просто y, а на нижней грани просто x. Если вы посмотрите на определение, которое я дал до этого, что гомотопический капредел, там надо было какое-то посчитать. Ну, как считается гомотопический капредел? Надо взять и заменить два отображения на корослоение. Надо взять и заменить вот эти два отображения, просто вот это и вот это отображение на корослоение. Ну, что такое корослоение? Это цилиндр надо сделать. То есть, например, когда я вот это хочу отображение заменить на корослоение, я x, крест, y умножаю на отрезок, и потом я должен эту штуку по этому отображению приклеить к x. Это означает, что я взял x, крест, y, умножил на отрезок и одну грань заменил просто на x вместо x, крест, y. Потом я проделываю то же самое с этим отображением. То есть, у меня тоже x, крест, y умножил на отрезок, но одна грань заменена на y. А потом я это все склеиваю, потому что мне надо к пределу посчитать все-таки все эти диаграммы. Ну и, значит, получилось, что одна грань заменена на x, другая грань заменена на y. То есть, вот есть такая модель для этого join. Дальше давайте я в тех же терминах напишу другие два члена, которые есть в этой последовательности, в предыдущие. То есть, я напишу надстройку от произведения. 1, 0, вот x, крест, y. Это тоже x, крест, y, крест, y. Но там надо, опять же, что-то стянуть. Ну, что там надо стянуть? Там надо стянуть x, крест, y, крест 0, x, крест, y, крест 1. Ну, потому что про окружность, я думаю, как будто бы это отрезок с двумя точками отождествленными, и эти точки отмечены. Ну, вот я стягиваю все, что соответствует сейчас отмеченной точке по второй координате, по последней координате. Ну, и еще надо стянуть, опять же, такой вот вертикальный отрезочек, который соответствует отмеченной точке на x, крест, y. Вот. Ну, то есть, разница с тем, что было написано выше, с join, что здесь мы стягиваем полностью верхнюю грань и нижнюю грань. А в join мы стягиваем их не полностью, а только до x или до y. Ну, и, то есть, конечно же, есть стрелка сверху вниз, потому что внизу мы больше всего стягиваем. И дальше я еще напишу третий член, который настройка от смеша. В тех же терминах надо взять произведение. Такое же. Ну, опять же, каждый может без проблем написать то, что надо стянуть. Надо стянуть все такие штуки, где хотя бы одна из координат отмечена. То есть, x крест, y крест 0, x крест, y крест 1, x 0 крест, y крест отрезок, и x весь крест, y с 0 крест отрезок. Но, опять же, видно, что здесь еще больше стягивается. То есть тоже есть отображение. Вот. Ну, и, глядя на эти явные модели, совсем несложно, это, опять же, мне кажется, делается обычно в топологии, когда там поэнтсет топол уже изучают люди, несложно увидеть, что вот эта вот стрелка, композиция, про которую я до этого говорил, где там она у меня была, вот эта вот композиция, которая должна оказаться слабой эквивалентностью, несложно увидеть, что надо стянуть, чтобы, что стягивает вот эта композиция. Ну, вот если немножко фомедитирует, то можно увидеть, что здесь стягивается такая вещь. Стягивается. x 0 крест, y крест, и, да, это то, что внизу вот есть. Но кусочек этого наверху уже стянут. Наверху уже стянута вот такая часть этого. x 0 крест, y крест 0. Да, это на нижней грани, потому что у нас все было в x стянуто. вот, и еще уже стянута вертикальный отрезочек. Значит, x 0 крест, y 0 крест, y. Это один кусочек, который надо стянуть. И второй кусочек, который надо стянуть, он абсолютно такой же. только с точностью за заменой местами x, y и 0, x единичкой. Значит, x крест, y 0, крест 1. И это объединить с x 0 крест, y 0 крест 1. Вот такая штука. Вот. Ну, давайте посмотрим на какой-нибудь один, на верхний из этих кусочков, который я написал. Значит, что здесь было? Здесь первый координат тут везде x 0 написано, поэтому на него вообще не смотрим. Значит, у нас остается y крест и. В нем мы стягиваем y крест 0. И еще вертикальный отрезок. Ну, то есть, это просто конус над y. Ну, со стянутой одной вертикалью. Ну, то есть, это что-то стягиваемое. Ну, и второй кусочек, он тоже, конечно. Это конус над x просто. То есть, он тоже стягиваемый. Ну, то есть, когда мы вот такую композицию проделаем, то у нас действительно стягивается что-то стягиваемое. Леша, эти точки конуса с индексом и конус над y, скажем так, основания конусов не пересекаются, я надеюсь? Да, конечно. Все пересекается только по вершинке. На самом деле. Букетчик. Без чего, да? Ну, на самом деле, все пересекается вот по вот этому вот делу, которое мы стянули. Вот эти вот вертикальные паучки. По ее образу. Вот. Ну, да. То есть, я сейчас примерно написал, что действительно join, он гомотопрически эквивалентен надстройке, над smash'ем. И тут написано явное отображение, которое это все осуществляет. Вот. Ну, это был такой коралл экскурс в point set topology, который базовый совсем. Давайте вернемся к отображению Хопфа. Значит, как устроено отображение Хопфа, если не говорить слова про это всякое стабильное, что что-то стабильно расщепляется. Значит, у нас есть gm, у нас есть gm-creas-gm, и умножение. Давайте возьмем настройку, симплициальную эту, после которой все расщепляется. Вот. И дальше у нас есть вот этот join двух gm, для которого есть отображение в настройку от произведения. Это как раз вот это первое отображение наверху. Вот. И это smash, как я уже сказал, он гомотопический эквивалентен настройке от smash'а. Join эквивалентен настройке от smash'а. Ну, и в результате у нас есть, значит, явное отображение из этого join'а в настройку gm'а. Ну, а дальше можно сказать, что этот join, он гомотопический эквивалентен на отстройке от smash'а gm'ов. Ну, и вот мы получаем отображение хопфа. Я его тоже букву к это буду обзывать, потому что я не очень хочу думать про всякие изоморфизмы надстройки. То есть с точностью до надстройки у меня все эти буквы к это одинаковые. Вот. Давайте теперь явно еще раз посмотрим на вот это отображение, которое у меня получилось из join'а в надстройку gm'а. Я не буду теперь пользоваться явной моделью для join'а, которую я писал выше. Я просто написал, чтобы было видно, что есть действительно вот такие вот хорошие отображения конкретные. Давайте я сейчас воспользуюсь определением через гомотопический экопредел, который у меня был. Значит, у меня есть gm, gm к рейс-gm, есть две проекции. И join' – это гомотопический капредел этой картинки. Дальше у меня есть надстройка от gm'а. Что такое надстройка? Надстройка – это на самом деле тоже гомотопический капредел. Простенькая диаграмма. Есть отображение с gm'а в точку. Есть еще одно отображение с gm'а в точку. И надо взять гомотопический капредел. Это надстройка. Вот. И отображение, значит, вот это вот, которое тоже как бы отображение хопфа, оно просто индуцировано, естественно, отображением на эту диаграмму. На этой диаграмме. Надо просто взять xy посередке. Ну, а тут отображение в точку, поэтому оно всего одно, так что не важно, что там написать. Вот. И это, опять же, получается то же самое отображение хопфа. Я сейчас нарисую эту картинку, потому что я хочу все-таки проверить, что вот это отображение через join и через умножение на gm'е дает то же самое отображение, с которого я начал в начале, которое проекция 2 без 0 в P1. Чтобы это проверить, я просто сейчас вычислю явно эти гомотопические пределы, но вот не той общей конструкции, которая была раньше, а немножко другой. Значит, давайте вычислим явно. Значит, у нас была проекция в Gm, но, опять же, чтобы вычислить гомотопический предел, можно взять и попытаться просто заменить стрелки на core-слоение, ну, то есть на вложение. Давайте я так и напишу. Я могу Gm-крес-gm вложить в A1-крес-gm. Двумя способами. Я могу как бы 0 добавить вдоль одной координаты, могу 0 добавить вдоль другой координаты. Вот. И это просто вложение, эти стрелки. Чему равен гомотопический предел этой диаграммы? Как вы думаете? А2-0. Красиво. Ну, конечно, надо просто... У меня две штуки вкладывают... У меня Gm-крес-gm вкладывается в одну вещь, в другую вещь, которые внутри как бы A2 не пересекают, в смысле пересекаются ровно по Gm. Ну, то есть надо просто взять это и склеить. Вроде бы, да, видно, что получается A2-0. То же самое я могу сделать с нижней картинкой. Я могу Gm отправить в A1 двумя способами. Ну, и здесь надо взять разные способы, потому что, если я попытаюсь одним и тем же способом отправить в A1, то это пытаюсь, значит, две копии A1 склеить просто по Gm, по одному и тому же. И это будет прямая с двойной точкой. Поэтому надо одну из них вывернуть. в том смысле, что у меня одно из отображений, давайте правое, вот это будет, Z в Z в минус первое отправляется. Z это координата на Gm, то есть это какое-то обратимое число, как будто бы я могу Z в минус первое отправить. А влево, наоборот, Z отправляем. Вот. И здесь гомотопический капредел это P1. Потому что P1 это две копии A1 склеены по Gm, но вот так вот, вывернутым образом. Дальше, чтобы получилась стрелка тут, мне просто надо нарисовать стрелки в диаграмме какие-то. Ну, давайте я сейчас какие-то нарисую и докажу не то, что сказал в начале, а немножко другое. Я нарисую вот такие стрелки. Я тут напишу X минус первый на Y, а не XY. Вообще надо писать XY по-хорошему, потому что я использовал, до этого я говорил, что мы берем просто умножение и для него делаем join и все-все то, что я говорил раньше. Давайте я сейчас напишу другую формулу. Значит, я пишу X минус первый Y здесь. Здесь я тоже пишу X минус первый Y, а здесь я пишу Y минус первый X. Дело в том, что если я напишу XY в средней стрелке, то у меня не получится замкнуть диаграмму до коммутативной из-за того, что вот здесь Z минус первый написано. То есть вот такой проход должен оказаться, если бы я написал XY, это было бы просто X минус первый Y минус первый. И непонятно, что мне написать здесь. Потому что я не могу. У тебя же на самом деле не важно, что там внизу Z минус первый написано. Ты можешь написать Z и просто отображение F1 подкрутить и справа в A1. Нет. Ну, в смысле такой предел не поменяется от того, что одну из стрелок подкрутишь на изоморфизм. Это правда, конечно. но в смысле сейчас я скажу, что в общем, все равно получится не то отображение немножко. Ты правильно говоришь, что я могу тут сказать, что отображаю Z, но тогда, когда я написал, что это предел это P1, на самом деле надо было сказать, что у меня есть отображение Z1 сюда и еще одно отображение Z1 сюда. Так что диаграмму коммутируют. Конечно, если я эту штуку подкрутил, то мне просто надо на самом деле подкрутить одно из отображений Z1 сюда, P1. Но это не поможет, мне кажется. То есть, короче, с тем, что я сейчас делаю, я явно получу отображение Hopf, с которого я начал. Если делать как ты, то я получу не его все равно. Надо какие-то дополнительные слова говорить, насколько я понимаю. Вот. Значит, если я нарисовал такие вот такие вот стучки, как я сейчас написал, то несложно видеть действительно, что во что переходит точка x, y, которая здесь была. Ну, тут написано вот какой-то x-1, y. вот это отображение отсюда-сюда, я его считаю, что это 1,2 Z. Вот. Ну, тогда x, y значит, должен перейти в 1,2 x-1, y как бы на куске, который gm крест gm, ну, то есть в x, y. И это действительно то отображение, которое, с которого мы в самом начале начали. Вот. Я потом, чуть позже скажу, что неважно действительно, что написать вот здесь, x-1, y или x, y. Получается одинаковое отображение в результате на этих гомотопических капределах. Тут все время есть проблема. Когда ты говоришь гомотопические капределы, гомотопические капределы я не знаю, что это значит особо. Это означает, что я могу нарисовать какой-то квадратик, где это будет в четвертом углу, и он хороший, этот квадратик. Но, как Вова правильно говорит, я могу в этом квадратике вертикальные, какие-то стрелочки я могу подкрутить на автоморфизм. То есть этот гомотопический капредел, вот эта штука, вот эта равенство, она в некотором смысле до автоморфизма вот этого дела написана с точностью до. И когда я подкручиваю вот это дело на какие-то его автоморфизмы, то у меня, конечно, меняется композиция же. И она как бы меняется не с точностью этой гомотопии, она сильно меняется. И именно поэтому я вот и говорил про какие-то сейчас явные конструкции, что не хочется писать именно гомотопический капредел, а хочется писать какие-то явные конструкции, явные модели для всех отображений. И вот сейчас я пытался проверить, что одна конструкция, то есть одно определение для отображения Хоффа, такое же, как другое определение для отображения Хоффа. Но что это значит? Это значит, что надо проверить, что какая-то диаграмма коммутативная. Ну, ту, которую я здесь написал. Но для этого надо написать явно какую-то диаграмму. Здесь я, на самом деле, сейчас явно не до конца написал диаграмму. Я написал, что гомотопедический предел чему-то там равен, Но надо было написать на самом деле квадратик какой-то, ну, в смысле для «ку» предела и ещё один квадратик надо было написать. И вот, нарисовать все четыре стрелочки и вообще все стрелочки в квадратике, и проверить, что они действительно все одинаковые, в смысле, что все действительно коммутирует. Ну, коммутирует. Вот при вот таком определении всё коммутирует, действительно. А если я напишу тут x, y, то не совсем. – То есть, когда ты пишешь x, y, то нужно подкручивать И это все-таки, если без подкруток в других местах, то будет уже другое отображение, правильно? Если я тут напишу x, y, то здесь я тоже напишу x, y, здесь я тоже напишу x, y, здесь я бы напишал просто z, правильно? Дальше вы хотите отправиться в P1 из вот этой вот картинки. Да, я на одной копии, ну ладно, для начала я не знаю, как я отправиться в P1, да, вот у меня проблема. Сейчас я возьму отдельный листочек, сейчас секундочку, и нарисую аккуратно эту проблему. Я лично согласен, что должна быть формула x минус 1, y, потому что мне эта формула задает отображение из A2 в P1. На первый взгляд, да, но стабильно это одно и то же отображение, я про это скажу попозже. Значит, то, что Вова говорит, что я мог нарисовать здесь отображение от Z в Z, и здесь Z в Z. Да, а потом ты говоришь, что гомотивическая проблему не меняется, это же одна вся диаграмма, там можно было точечки написать. То есть гомотивический проблему все равно должен быть P1, конечно, да? Но как ты эту диаграмму для правильным образом до квадратика хочешь продолжить? Ну да, не очень понятно. Вообще непонятно. Ну, в смысле, грубо говоря, когда ты сказал, что вот из этого A1 в P1 ты вкладываешься при помощи Z2.1, ну, наверное, одно такое должно быть отображение, то со вторым у тебя начинаются проблемы, потому что GM ты уже знаешь, как вложить, не выворачивая, поэтому и весь A1 правый, он тоже хочет его вложить ровно таким же способом. Ну, то есть по правильному нужно сказать, что ты вкладываешь другим способом, но у тебя тоже гомотопия, которая делает эту диаграмму коммутативной, она задействует GM. Ну, вот это уже неприятно, да. Согласен. Мне хотелось, кажется, именно написать диаграмму, которая честно коммутирует, не с точностью до гомотопии. Потому что когда ты пытаешься проявить, что какие-то две штуки равны, и где-то по дороге у тебя что-то с точностью до гомотопии, это неприятно весьма. Сложно контролировать. Ну, ладно, значит, давайте, что я сказал? Да, я более-менее сейчас объяснил, что вот это определение конструкции с join, но если бы я взял не xy, а x-1y, то она действительно дает то же самое, что вот обычная проекция за 2 без 0, по 1. Хорошо. Так. Давайте я это зачеркну. Следующее, что я хотел сказать. Это мой следующий лист. О, предложение. Да, давайте я сформулирую теперь какое-то утверждение аккуратно, более-менее. Все еще про обычное, про первое отображение Hopf. Я хочу из этой конструкции, которую я сейчас сделаю с join, вывести явно, так сказать, фрейм представления для это. Но мы его и так хорошо знаем, но оно мне пригодится, опять же, когда я буду говорить про второе отображение Hopf. Значит, предложение такое. Я могу взять gm, могу взять t. Значит, t – это один фактор по gm. То есть мы стягиваем дополнение к нулю. Но при него можно, опять же, если писать эти гомотопические каприделы, которые я на самом деле не хочу писать, потому что они не очень однозначны, с ними не очень удобно работать, когда ты хочешь проверить, что что-то коммутирует. Какие-то диаграммы, что же какие-то вещи равны. Но можно вот такой гомотопический капридел написать. Правда? Не, неправда. Это я настройку написал. Тогда давайте я не буду написать никакой гомотопический капридел. А, нет, все правда, да. Это и должна быть настройка. Да. Да, у меня одна из стрелок корослоения, поэтому гомотопический капридел я могу именно так и посчитать, что просто взять и стянуть gm. Вот. Слова про настройку – это я сказал, что на самом деле 1g – это то же самое, что точка. Это, получается, диаграмма для настройки просто для gm. Но это мы хорошо знаем даже, что эта штука – это просто надстройка gm. То, что это S2.1. Значит, это я сказал, что я под буквкой t подразумеваю. Значит, у меня есть gm, есть t. И gm, конечно же, действует на t. Да, я могу умножать точечки напрямую, я могу умножать на обратимые элементы. Они снова остаются точечками напрямую. И 0, он остается нулем. Он никуда не сдвигается. А все, что было не нулем, оно остается не нулем, потому что я назвал себе на обратимые элементы. То есть у меня есть отображение из gm крест t в t. Но давайте я это так запишу. Того, что я сейчас написал, у меня нет. Потому что у меня тут gm с отмеченной точкой. Я когда пишу gm, я подразумеваю, что это gm с отмеченной точкой. И отмеченная точка, в общем, нет такого отображения. Несложно видеть. Поэтому я тут напишу gm с плюсиком. То есть здесь я думаю, что это у меня gm, но точкой отмечаю отдельно добавленную. Есть отображение сюда. Есть, конечно, проекция, которая внешнюю точку переводит в единицу. Которая отмеченную точку, так сказать, забывает. И снова думает, что у меня точка внутренняя отмечена. Вот здесь у меня есть отображение это. Но опять же, с точностью до t-настройки, давайте я даже, поскольку я формулирую какое-то предложение, давайте я тут напишу, что это. Здесь мне написано однократная t-настройка от это. Вот. И диаграмма коммутирует. Ну, какая диаграмма? Значит, эту стрелку я сказал какая, что это настройка от булковки это. Эта стрелка – это просто проекция. Что вот здесь я хочу написать? Ну, здесь я вот хочу написать вот это вот действие. Я его так назову – tx. То есть t – это координаты у меня по gm, а x – это координаты по t. Что вот такое у меня есть? Ну, у меня есть еще просто, так сказать, тривиальное действие, когда я забываю про букву t. Я вот считаю одно из другого. Давайте я чуть более аккуратно напишу, что означает вот эта разность. Вот эта разность означает такую вещь, что у меня есть tx. Про него я могу думать как про отображение. Ну, и про просто x. Я могу про них думать как про отображение из gm с внешней точкой отмеченной. Ну, вот эта штука – это же а белева группа. Много что у таких отображений. Даже нестабильно, потому что в t уже есть симплициальная окружность. Но это неважно. Я сам сейчас стабильно хочу про все это думать. Значит, это а белева группа. Но я просто беру, значит, и могу вычесть один элемент из этой группы, из другого элемента. Вот. Но еще вот эти вещи, значит, эта группа, она как-то хорошо соответствует фрейм-отображениям. Это отображение уровня 1 из gm в точку. Потому что 1 – это потому что у меня букву qt написано 1 раз слева и справа. gm – это вот этот gm, а точка – это точка справа. Как там только букву qt написано. Но это вот, этот tx и x – это просто честные фреймы уровня 1 из gm в точку. Вот. Да, и продолжение, которое я сформулировал, заключается в том, что диаграмма коммутирует. То есть, что про эту можно думать действительно как про вот этот вот tx – x. Но это мы и так хорошо довольно знаем. Сейчас еще раз. Все стрелочки, которые здесь нарисованы, они существуют только в стабильной категории, да? gm – ну, нет. Ну, смотри, вот эта стрелочка, она вообще сразу существует, да? Это я просто отмеченную точку отправляю в… В смысле, вот эту вот внешнюю точку отправляю в единицу. Это да, да. Она всегда совсем хорошая есть. Вот эта вот стрелочка, ну, тут точно есть одно отображение, да? И точно есть второе отображение. Ну, а дальше надо их как-то вычесть, сложить. Ну, вот это вот множество, оно в любом случае же группа, да? Что-то я сейчас сомневаюсь, что наберевая группа так сразу, нестабильно. Но группа-то точно. Потому что… Это в какой категории отображения? В нестабильной гомотопической категории, например. Ну, потому что… Почему она группа? Ну, потому что буквка-то – это, на самом деле, нестабильная, опять же. GM Smash S1 симплициальный. Ну, вот у тебя вот тут вот уже есть один раз симплициальная окружность. Значит, группа. Да, хорошо. Ну, это же типа что-то типа P1 от чего-то. Вот. Ну, и ты можешь вычесть, например, относительно эту структуру группы. Ну, она… Я говорю, что я немножко сомневаюсь, будет ли она сразу же оберевая или не будет. Но вычесть-то все равно можно. Хорошо. Что такое там настройка? Это… 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 Отображение откуда-куда. Ну, вот буквка «это» – это… Я ее раньше писал, что я про нее думаю, что стабильно, что это стабильное отображение из GM в точку. Но здесь… В смысле, так вот тут отображение уже есть и нестабильное, потому что, опять же, есть нестабильные эквивалентности, что T – это то же самое, что P1 – нестабильно. А эта штука, опять же, нестабильная, то же самое, что A2 без 0. И есть тут отображение HOF – это самое. Вот. Но… То есть можно сказать, да, что эта диаграмма, она нестабильно коммутирует. Ну, надо правильно определить вот эту стрелку. Ну, вот, например, я говорю, что ее можно определить так, что ты выбираешь отождествление этого с этим, нестабильное этого с этим. И тут пишешь это отображение HOF – обычное, которое из точки делает прямую, проходящую через эту точку. Ну, и вот эта диаграмма тогда будет коммутировать стоимость до гомотопии. И, наверное, можно явно эту гомотопию отследить. Миша, извини, пожалуйста. Ответленно, TX – X. Вот, как я понимаю, значит, фрейм 1. Можно, скажем так, из категории фрейм со звездочкой перейти в категорию ZF со звездочкой. И, наверное, заведомо правильно, что, заведомо правда, что эта диаграмма коммутативна в категории ZF со звездочкой. Ну, да, но как только вы напишите, что вы вот тут пишете в категории ZF со звездочкой. С звездочкой уже можно писать, поэтому все хорошо. Но, может быть, тебе это, значит, слишком, как говорят, слишком слабо, что она коммутативна. Нет-нет, все, что я сейчас хотел произнести, это я хотел произнести, что буковке это отвечает более-менее TX. Потому что это минус X, это, на самом деле, просто, чтобы спроецироваться на вот этот вот кусочек. Потому что, ну, вот эта вещь, она раскладывается в сумму двух кусочков, да, просто T и GMSMHT. Ну, и вот это я вычитаю, чтобы оно как бы ограничивалось на GMSMHT. Угу, понятно, да. Вот. Доказательства, хочу ли я сказать, что диаграмма коммутирует? Хочу, да. Давайте я скажу доказательства. Чтобы понять, что какая-то диаграмма коммутирует с более-менее явными стрелками, надо просто взять и написать огромную диаграмму, где написаны эти стрелки. Давайте я нарисую большую диаграмму. Значит, у меня есть... GMSMHT, GMSMHT. Извини, пожалуйста, за шутку. Надо сначала нарисовать большую диаграмму, а потом сказать слушателям, что она точно... Ну, примерно так. Надо только сначала все-таки про нее что-то поговорить, а потом уже сказать, что... А дальше вы сами разберетесь. Значит, сначала я пытаюсь написать определение это через join. У нас вот такое определение было. И вот эта стрелка, это как бы x минус 1 y. Сейчас, секунду, а можно вопрос? Да, сколько угодно. Значит, мы сейчас скажем второе отображение Хоббса, да? Сейчас первое все еще. Все еще первое. Все еще первое, да. Второе буквой ню обозначается. Пока буквки ню не было. Потом еще... Вообще еще бывает и третье тоже, но про него я точно не хочу ничего говорить, потому что ничего не знаю. Так. Это я сейчас написал определение это более-менее. Да? Потому что определение это у нас было такое, такое, что мы стартуем вот с такой операции, x минус 1 y. По крайней мере, мы до этого проверили, что именно вот эта операция вроде как соответствует проекции за 2 без 0 в P1. Вот. Надстраиваем. Потом у нас есть проекция назад на смеш-произведение. Ну и мы ее вот расщепляем при помощи join. То есть вот такой вот проход это это. Ну или там какая-то правильная надстройка от это. Вот. Ее надо как-то нам сейчас вот в это отображение переделать, эту штуку. Ну, более-менее понятно как, потому что что такое T? T это просто надстройка от GM однократная. Ну вот давайте... Надо взять просто суметь вот эту штучку засунуть внутрь и проследить, что происходит. Давайте я это проделаю. Значит, тут GM с плюсчиком смеш. Надстройка от GM. Тут справа остается то же самое, что и было. Слева я просто тоже засовываю надстройку внутрь. Есть проекция. Вот эта стрелка, это как раз стрелка, которая... Вот эта стрелка, это стрелка, которая вот эта более-менее. То есть она просто из этого GM с плюсчиком делает GM. Вот эта стрелка немножко хитрее. Я не хочу ее писать аккуратно, но там более-менее есть одна стрелка, которую хочется написать. В том случае, что вот эта вот вещь, для нее у нас было описание как GM крест-жм крест-отрезок, фактор почему-то. Для этой штуки тоже можно написать, что это GM крест-жм крест-отрезок, фактор почему-то. Опять же, как и раньше, получается, что вот здесь вот мы стягиваем меньше, чем вот здесь. То есть вот эта стрелка, это просто дополнительно что-то там стягивается. Но я не хочу лишний раз писать кучу символов. Ну а дальше я говорю, что надстройка от GM это T. Тут я тоже пишу GM с плюсчиком смш-т. И здесь горизонтальная стрелка это как раз стрелочка, которая вот эта, забывает про эту отмеченную точку, ну то есть отправляет ее в единицу, эту внешнюю точку. Здесь тоже пишу T. Вот. Верхняя диаграммка коммутативная. Ну я не говорю, что я не сказал, что такое FI, но вот это та самая естественная стрелка, и очень легко проверить, что она коммутативная. А у нас все строго коммутативно, да? Да, да, да. Здесь все специально сделано так, все эти большие диаграммы, они пишутся как раз для того, чтобы все было строго коммутативно, без всяких гомотопий. Чтобы вы просто смотрели на формуле и видели, что там X переходит в X, Y в Y. Что так, что так, в каком-то смысле. Вот. Да, все строго коммутативно. Нижняя диаграмма, что такое? Или сейчас, что такое? Вот эта стрелка, например. Вот эта стрелка, это просто действие GM. GM с отмеченной точкой внешним образом действует на просто GM умножение. X минус 1, Y тоже, как бы. Но раз он действует на GM умножением, то и на настройки он действует, понятное дело. То есть это более-менее то же самое умножение, что здесь было. Ну и вот здесь то же самое написано более-менее. Потому что GM с отмеченной точкой внешним образом, он действует на T. Как раз вот каким-то таким образом. Вот. Все диаграммы, вся диаграмма, она строго коммутативная. И что у нас получилось примерно? Значит, что у нас примерно получилось? Вот это слабые эквивалентности все были. То есть в результате у нас получилось, что… Сейчас. Ну, грубо говоря, хочется сказать, что… Где у нас отображение хопфа? Ну, хочется сказать, да, что какой-то вот такой проход в каком-то смысле. Вот такой. То есть из нижнего левого угла в правый, в нижний правый угол. Но вот так, через верх при помощи этих слабых эквивалентностей. Это более-менее по определению вот это отображение. Ну, потому что вот здесь это было просто вот это отображение, как мы проверяли до этого. Вот. Ну, а здесь вот такие вот эти слабые эквивалентности какие-то происходят. Ну, давайте не будем на них особо застрять внимание. Вот. Ну, а с другой стороны, то есть получилось, что отображение вот отсюда сюда, которое примерно это. Потому что я говорю, что это вот такой проход, который вроде как примерно это, как мы до этого поняли. Вот. Но это примерно то же самое, что вот это отображение. Ну, вот примерно то же самое в том смысле, что вот вот эта стрелка у меня расщепляется, в точность до гомотопии, потому что я вот так мог пройти. Вот. То есть, на самом деле, вот эта диаграмма коммутирует отсюда сюда, потом сюда. Это то же самое, что вот так. Это следует из коммутативности всей большой диаграммы. Вот. Но я хотел немножко другое проверить. Я хотел не что, вот так вот, то же самое, что вот так вот, а то, что вот так вот, то же самое, что вот так вот. Но для этого как раз нужен этот поправочный множитель. Да, я на самом деле сейчас проверю не совсем это. Я на самом деле не до конца проверил, не совсем аккуратно, но я из этой диаграммы понял примерно такую вещь, что t в минус 1 x минус x примерно равно эти. Стоящее до настройки. Потому что я здесь пользовался именно вот этой формулой x минус 1 y. Потому что я брал вот эту координату отсюда, обратную к ней брал и умножал на y. И диаграмма была строго коммутативна именно для такого выбора. То есть я вот эту вещь проверил. Но здесь есть отдельное замечание, которое я, опять же, не буду аккуратно проверять. Давайте я сформулирую лему, что если у меня есть отображение, например, Zm с плюсиком с t в t, которое выглядит как x минус 1 y, что это на самом деле то же самое, что отображение Zm с плюсиком с t в стабильной категории. Почему это правда? Это какие-то слова про квадратичную форму, про то, что где-то там и зашит кратен диквид. Но если это аккуратно проверять, то этому отображению соответствует отображение Zm крест p1 в p1, которая... Давайте я тут напишу t. Вот напишу x, чтобы все совсем запуталось. Просто я хочу на поединке, чтобы у меня были координаты x, y. Значит, которая t, x, y отправляет в t в минус 1 x, y. А это отображение соответствует gm крест p1 в p1, которая t, x, y отправляет в t, x, y. И почему эти два отображения одинаковые? Ну, вот потому что... Потому что... Потому что это, как бы, так сказать, тождественно равно x двоеточие t, y. Нет, сейчас... Что надо было сейчас... Что-то надо было сделать. А, ну, правильно, да. И я на этом должен подействовать матрицей. То, что вот эта вот вещь, это... y, ну, на него мы еще подействовали матрицей t в минус 1. Как-то так. Там не видно, да? Нет, все равно не видно. Примерно видно. Давайте я напишу чуть повыше, что значит, надо взять матрицу t в минус 1 и подействовать на вот этот вот x двоеточие t, y. Да, но эта матрица элементарная, как всегда, поэтому это действует то же самое, что никакое действие с точки зрения гомотопии. Ну, и поэтому вот так вот можно всегда перекидывать t в минус 1 на t заменять. Вот. Ну, это какая-то хорошо известная вещь, которую мы много раз обсуждали. А при чем здесь стабильность в последнем рассуждении? В последнем рассуждении... Потому что вот это вот отображение соответствует такому отображению, но на p1 надо точку отметить. Внутреннюю. А вот это вот рассуждение с матрицей, оно хорошо только если у вас на p1 не отмечена точка. Потому что эта матрица, она эту точку шевелит. Или там гомотопию, которую хотите писать, она шевелит точку. Гомотопия шевелит точку, да. Да. Поэтому вот это рассуждение, оно верно для p1 без отметинной точки, но стабильно вот эта штука, это просто прямое слагаемое вот в этой. которая как бы вот эту точку. То есть, опять же, не обязательно стабильно, достаточно один раз надстроиться. Но вот надо как-то точку... Избавиться от внутренним образом отмеченной точки, чтобы произвести это рассуждение. Может быть, можно и как-то явно произвести, но я не умею. Правда ли, что с помощью этой леммы ты можешь избавиться от x-1y в формуле раньше с к-пределом? Ну, написать... То есть, написать другое отображение на пади... Другое отображение хопа вместо... вместо t, x, t-1y где-то там. Ну, вот там, где определение... Да, да, да. Да, ну, давай я поверну то, что точно я могу сделать. Я точно могу сказать, что вот у меня есть вот эта лемма, и она говорит, что вот эта вот разница это то же самое, что как раз tx-x. Да, потому что первые два товарища одинаковые благодаря этой лемме. Вот. Ну, и то есть, мораль в том, значит, что если я проделал вот эту конструкцию при помощи x-1y, и я доказал, что это как бы это получается, здесь я пользуюсь вот этим предыдущим рассуждением с к-пределами явным, которое было. Сейчас. Я запутался немножко, что я хочу сказать. Значит, вот это вот равенство мы более-менее обсудили, что оно верное, и оно вот эту лему не использовало. Да? Вот это равенство. Оно использовало вот эту диаграмму и вот то явное рассуждение с к-пределом, которое было до этого, где как раз было написано x-1y. Вот. Теперь я говорю, что эта лемма мне позволяет сказать, что вот это равно вот этому. Ну, а с другой стороны, опять же, явное рассуждение с к-пределом, которое было типа, аналог явного рассуждения, которое было раньше, оно говорит, что это то же самое, что это через xy написано. Да, что вот это вот это то же самое, что это через звездочку и xy написано, а не x-1y. Все. Вот это равенство. То же самое, что вот это равенство. Я тебя запутал? Еще больше? Нет, я порадовался. Ладно, другому не мешает. Хорошо, да. Давайте теперь я четкий вывод какой-то сделал, из всего, что я рассказал сейчас. Значит, первое утверждение. Вот эта диаграмма действительно коммутирует. И это я более-менее проверил. Второе утверждение, что тут я мог написать t в минус первый x, и она все равно будет коммутировать. И это вот эта лемма. И какой вывод из этого? И вывод из этого еще то, что я мог определить. Где-то у меня было определение это. Вот. У меня было вот это вот определение. Я здесь мог написать x-1y. И это мы вот тут аккуратно проверили, что для x-1y получается отображение Хоффла. Но с тем же успехом я действительно мог написать xy. И действительно получается ровно то же самое. То есть там все-таки действительно неважно было писать x-1y или xy. И, грубо говоря, это зашлито вот в это утверждение. Можно я задам вопрос по странице 2 еще раз? 2. Внизу страницы. Да. Так, да, во второй. Мы вместо... Мы точки заменили на А1. И вот самые строчки. Если мы теперь левую А1 оставим, такую, как есть, а правую с точкой сделаем, ну, как она и была изначально, то... Ну, а справа, соответственно, по А1 мы заменяем на Т. Да. Тогда будет нестабильно коммутировать диаграмму с тем отображением, которое написано на третьей странице. А теперь поступим наоборот. Левую заменим на точку, А1, а правую оставим на А1. То правда, что будет коммутировать с другим отображением? То есть в одном случае Т в минус первое, а в другом Т. Так. 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 Подожди, если я тут написал точку, то что я здесь хочу написать? Т. Т хотим написать. Чтобы у нас было слева ЖМка, точка и А1ка. То есть конус. Ну, втягиваем ЖМку в А1ке. Получается... Я понял. Тогда, да. В результате у тебя получается отображение из А2 без нуля в Т, да? И ты говоришь, что... Нет, я хочу, чтобы сверху тоже, извини, первые строчки справа тоже точку оставляем. Вот здесь ты оставляешь... А1 крест ЖМ, ЖМ крест ЖМ и ЖМ крест... Почку, да? И что ты тогда... А в столбце у нас не А1ка точка стоит. И, соответственно, у... У... Я внутри, как говорим. А в правом столбце справа... Я понял. Я понял, 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 да, что ты говоришь. Т. 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 То есть не А1 не с доля, а т. 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 Может быть... Что-то я не могу сказать, но, скорее всего, это правда. То есть ты говоришь, что если на себя тут напишу точку, а тут напишу просто ЖМ, то здесь действительно получается примерно то, что у меня было написано. А как только на третьей странице? Да, 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 да. Но похоже, да. Меня, правда, смущает немножко, что я тут не вижу вот какого-то такого вычитания. Ну да, поэтому я тоже спрашиваю. Потому что... И меня смущает, что я не вижу... ЖМ, например, да. Ну, слушай, здесь опять же проблема все то же самое дурацкое с тем, что когда ты тут написал что-то другое, когда тебе написано что-то другое, ты не знаешь, что ты хочешь проверить. В смысле, ты можешь написать нескими способами какие-то отображения. Вот, например, ты можешь написать отображение отсюда в P1, а можешь вот написать то, что я сказал раньше, то есть вот на третьей странице. Ты можешь написать отображение из GMS-MASH-T в T. Ты не можешь сказать, что эти два отображения одинаковые, да. Чтобы это сказать, тебе надо как-то отождествить вот это с этим, а вот это с этим. Только после этого ты можешь говорить, что что-то одинаковое. И тебе надо выбрать какие-то канонические отождествления. Ну, в смысле, тебе надо выбрать какие-то отождествления. Потому что для каких-то отождествлений это одинаково, а для каких-то отождествлений неодинаковые. Когда ты вот эту вещь подкручиваешь немножко, у тебя, конечно, уже становится неодинаковым. В верхней строчке tsmash.gm получается или tsmash.gm с отмечной точкой? Там непонятно, что-то если поставить gm справа. Не очень понятно, я согласен. Поэтому меня это немножко смущает. Вот здесь, например, если у меня были все снизу понятно. Потому что просто фактор. Если одну точку написать. Да. А наверху не очень понятно. Но вообще, конечно, должно получаться с отмеченной точкой все. Потому что у тебя должна получиться сфера. Этот hklim, это A2 без нуля с отмеченной точкой. Внутренним образом. Потому что это надстройка от смеша двух gm. То есть какие-то проблемы там точно должны быть. Мне кажется. Почему я говорю, что должны быть проблемы сейчас? Потому что у тебя нет вот этого поражения с gm смш-т в t. Вроде там буквально получается gm крест t, нет? Сверху. То есть мы просто домножили всю диаграмму, которая дает t. Ну вот не должно быть так. Да, потому что gm крест t это не то же самое. Не правильно. Должно получаться именно вот это. Если ты правильно считаешь hklim. gm с добавленной точкой смеш-t. Это что такое? gm с добавленной точкой смеш-t это, конечно, просто gm крест t. Ну вот такой gm, как как это сказать? Давайте я напишу не так. Давайте я напишу, что это gm крест t1 фактор по gm крест gm. Окей. Понятно. Да. И сейчас что хотел сказать. Ну, то, что я сейчас ответил, это значит, что если я беру, значит, вот эту штуку, вот это произведение и здесь пишу точку. Получается gm с плюсиком смеш-t. Да? Потому что вот эта штука это как раз хкалим диаграммы, где написано это, это и точка. Правильно. А если я пишу здесь не gm, не точку, а gm, то как раз, да, наверное, получается вот это. Ну, как и должно быть. И я не знаю, как бы нарисовать отсюда сюда стрелку явно. Пропрощение, а можно тебе это задать? Не тактичный. Да, пожалуйста. Как, за что борешься-то вот в данный момент и вообще, значит, чуть ли не с начала доклада? за просвещение. А, просвещение. Нет, ну, то есть, ну, молодец. Спасибо. Хорошо, ладно. Значит, мы сейчас обсудили, что-то мы обсудили. мораль, да, давайте вернемся к моему докладу, что мораль в том, что вот это отображение Хопфа, его можно еще вот так воспринимать, что это стрелочка, которая tx-x. Давайте я сделаю, сколько там, уже больше часа прошло. Сейчас я подумаю, что я хочу тогда дальше сказать. Давайте я тогда не буду говорить про ориентированность сегодня, наверное. А это твое личное достижение все давно знают? Просто я сейчас говорю, все давно знают, конечно. Ну, в смысле, это явно никак нигде, наверное, особо не написано, но это более-менее common knowledge. Значит, про ориентированность я сейчас тогда не буду, наверное, вообще сегодня говорить. Давайте я сразу расскажу немножко про второе отображение Хопфа, потом посмотрим, что там. То есть, раз это не описано, что это никто никогда не пользовался, ни для чего, что ли, толку никакого с этого нет? Я же пока ничего не сказал особо интересного. Я переписал какую-то конструкцию. Ну, в том смысле, что вот, например, про букву это. Я немножко соврал, конечно, сейчас. про то, что отображение Хопфа можно двумя способами определять. Это, конечно, хорошо известно. Это, наверное, написано и у Мореля, и у Айсксона с Дугером. Вот. В смысле, в них написано, да, что можно определять отображение Хопфа. это довольно забавно, что у Мореля написано, значит, что можно определить отображение Хопфа вот так, как мы в самом начале сделали, и можно определить отображение Хопфа вот так. Вот так, да, в смысле, через х-1у, через join и х-1у. Ну, и там у него говорится, насколько я помню, что это одно и то же, но я не помню, аккуратно написаны детали или нет. Ну, неважно, в смысле, в деталере они, конечно, вот так пишутся, просто без особых проблем. Вот. А у Айсксона и Дугера, конечно, написано, они говорят, что можно определить отображение, вот на это они вообще не смотрят, но они говорят, что можно определить отображение Хопфа вот так, через x-y. И я, честно говоря, не видел где-то, чтобы я аккуратно но, наверное, считается, что это все знают. Но, опять же, это не слишком сложно. Ладно, давайте я все-таки расскажу про так, какая у меня страничка четвертая, да? Я расскажу про второе отображение Хопфа теперь, а про всякую ориентацию потом, может быть, как-нибудь второе отображение. Давайте и петель минуты сделаем. Ну, давайте сделаем, да, да, Спасибо. 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 Нет. Если у тебя просто есть многообразие, мне кажется, с действием Тора, наверное, просто даже с действием GM, то у него есть какая-то забавная очень стратификация, что его можно нарезать на куски, которые выглядят как что-то крест-GM. И действия GM. Ну, то есть, что у тебя есть, ты можешь посмотреть как бы на орбиты, и что у тебя есть, и ты можешь нарезать на куски так, что у тебя есть... Какое-то хорошее действие должно быть? Да любое, мне кажется, более-менее. Подожди, любое многообразие с действием GM можно нарезать на куски такие, что каждый кусок это GM? Нет, что-то крест-GM. Что-то крест-GM. Ну, или точка. Или точка. Ну, не то чтобы точка, а кусок, на котором действует тривиально GM. То есть, да, ты можешь взять то, на чем действует тривиально, а все остальное разрезается на куски, которые выглядят как что-то крест-GM. То есть, такая, что у тебя есть трансверсальное сечение, так сказать, для орбит. Это же что-то типа... Это какая-то... Как называется? Ну, череп... Блин. Берула. Может быть, но, мне кажется, не совсем. Знаю, да. Вот. Но, как бы, как только ты так нарезал свое многообразие, а если у тебя минус единица – это квадрат, то лерохарактеристика GM равна нулю. Потому что у него она равна один минус минус один или что-то такое. Вот. Ну, знаете, у тебя получается, что у тебя характеристика всей штуки – это только лерохарактеристика неподвижных точек. А там всего одна неподвижная точка. Обман какой-то, да, я согласен, но прикольно. Ладно, пять минут прошло. Давайте я продолжу. Прошло, да, согласен. Я таймер поставил, так что точно прошло. Значит, продолжу поговорить про второе отображение Хопфа. Второе отображение Хопфа – у него уже есть только одно приятное определение, мне кажется. То есть нет определения через какую-то проекцию, а есть определение через join. Значит, оно такое, что надо взять SL2. И про него я сейчас думаю как про SL2 с отмеченной точкой, которая соответствует единичной матрице. Вот. Ну и здесь есть умножение на SL2, конечно же. SL2 крест SL2 в SL2. И можно повторить предыдущее определение. То есть, что надо из вот этой штуки отщепить кусочек соответствующий, но это стабильно происходит, или просто после одной отстройки. И получится отображение. Давайте аккуратно я это напишу. Значит, мы можем сделать join двух SL2. Из них есть отображение в однократную настройку, которое я писал. Явное отображение. И дальше есть вот это вот умножение. Ну, или там надстройка от умножения. Вот этот вот join, как и раньше, это то же самое, что однократная надстройка от смеша. Вот. Ну, соответственно, мы получаем какое-то отображение такое по диагонали с точностью до гомотопии. Потому что вот эту стрелку надо расщепить. Опять же, стрелка, она в эту сторону. Но она гомотопическая коварентность. Ну, и вот эту стрелку мы называем обычной буковкой new. И это второе отображение Хопфа. Где оно лежит? Значит, вот эта штука – это сфера 4,2. Потому что sl2 – это то же самое с точностью до гомотопии, что A2 без нуля. То есть сфера 3,2. А тут еще одна настройка. Это 4,2 получилось. Ну, а здесь, если сложить все индексы, то получается 7,4. То есть получилась стрелка из 7,4 в 4,2. Ну, или давайте я его перепишу так, как я до этого писал, что этот элемент живет в π1 антисферического спектра веса минус 2 от базовой схемы. Вот. И это второе отображение Хопфа. Мне кажется, когда ты говорил, там можно писать вместо sl2 A2 без нуля. То есть действовать sl2 на sl2-шкой на A2 без нуля. Или нет? Да. Да-да. Я про это сейчас еще скажу. Ну, вообще-то, ты уже, конечно, здесь мог сразу написать A2 без нуля. Да. И здесь мог написать сразу же A2 без нуля. И сделать join. Ну, в смысле, сделать конструкцию Хопфа для вот этого отображения. Sl2 крест A2 без нуля в A2 без нуля. И то же самое, конечно, получится. Конструкция, да. Для конструкции Хопфа, конечно, не важно, что тут одинаковые буковки, да. Конструкцию Хопфа можно всегда делать, когда у тебя есть x, y и z. Есть такое отображение из произведения сюда. Я тебе где-нибудь это напишу. Значит, что если есть x крест y, z, тогда вот эта конструкция с join дает это подражение из надстройки от Smash в надстройку от z. Это мы просто сейчас все время одинаковые буковки подставляем, потому что мы пользуемся умножением в группе. Но вообще, конечно, она вот так устроена. Вот. Это так. Значит, вот есть второе отображение Хопфа. Оно уже в первой симплициальной грудировке и веса минус 2. То есть, это как бы отображение из S1 с MSGM, с MSGM в точку. Чем оно хорошо, это второе отображение Хопфа? Ну, давайте я сначала сформулирую предложение. Аналог того, что я формулировал до этого. Как его записать на языке фреймов? Ну, вот ровно так же, как я писал для этого проекта. До этого проекта, как я писал. Значит, есть такое отображение. SL2 действует, опять же, на T2. SL2 с отмеченной точкой снаружи. То есть, естественное действие, которое я обзову как GV минус V. V – это как бы вектор из T2. А G – это координата на SL2 матрицу. Вот, то есть, ровно то же самое, что было до этого. До этого у меня было умножение GV на T. И просто есть вообще тривиальное действие. И продолжение состоит в том, что вот это – это буковка N. То есть, если тут я могу проецироваться в SL2 с мэш-т с мэш-2. Вот здесь по диагонали я напишу, что это вторая T-н-отстройка от N. Вот, да, и диаграмму коммутирует. То есть, значит, если говорить на языке фреймов, то, значит, N соответствует такой элемент. Надо взять вот GV минус V. И вот эти вот вещи – это элементы в фреймах уровня 2 из SL2 в точку. Уровень 2 – это потому, что у меня тут TSM2 написано. И вот. То есть, если вы там пытаетесь вспомнить определение про фреймов, в смысле, что там надо написать какой-то набор функций, где-то там какие-то наличия. Но вот тут они написаны. Это набор функций. Женавы. Это две функции, на самом деле. На SL2. А какая окрестность есть? Не секрет. А все, SL2 крест А2. Крест А2, да. Давайте я попытаюсь написать это чуть аккуратнее. Значит, у меня есть SL2 крест 0. Это носитель. Окрестность – это SL2 крест А2. И функции какие? Ну вот давайте у меня на А будут координаты XY, ну, X1, X2. Там я обычно пишу. Вот. А на SL2 у меня координаты… Я даже не знаю, как это аккуратно написать. Давайте я скажу G1, 1, G1, 2, G2, 1, G2, 2 матрица. Тогда функции, которые мне надо написать, это надо просто взять G1, 1, X1 плюс G1, 2, X2. Ну, то есть просто матрицу эту умножить на X1, X2. Вот две функции написано, в которых множество нулей общих – это SL2 крест 0. Значит, утверждение состоит в том, что вот это отображение не построено через join, оно вот так вот описывается на языке фреймов, ну, или вот на языке вот этого действия. Доказывается абсолютно так же, как предыдущее. Я поэтому и писал, я рисовал диаграмму в предыдущем, потому что она чуть-чуть меньше, чем здесь. Логично эти. Но только надо воспользоваться тем, что SL2 с плюсчиком – это то же самое, что А2 без нуля. Там у нас сразу было написано GM, и мы брали настройку от GM. Ну, а здесь надо сначала одну из копий SL2-шек заменить на А2 без нуля, вот вторую. Ну, или как Вова сказал, что можно было сразу вот здесь, нет, Андрей сказал, что можно было сразу здесь написать А2 без нуля, А2 без нуля. Вот, в общем, действительно написать здесь SL2, А2 без нуля, А2 без нуля, а после этого уже повторить то рассуждение, которое было в том предложении. Вот. Давайте я скажу забавное замечание, вопрос, задачу. Замечание. Пускай базовая схема – это спектр поля, характеристики не ду. Тогда известно, что 24 раз аню равно нулю. Вот буковка эта, которую мы до этого обсуждали, хорошо знаем, она не кручение, и это хорошо известно. А про букву кню, наоборот, известно, что она кручение, и вот порядка 24 ровно, ни больше, ни меньше. Неважно, какое поле. Ну, может быть, с точностью до обращения характеристики. Да, и это, насколько я понимаю, доказательства вот этого равенства используют вычисления рендик со спицы Коцтвайера. Вычисления. Которые вообще посчитали все это P1. Ну, вот у них есть предположение, что характеристика не два, и, на самом деле, у них оно не целочислено посчитано. Надо обратить характеристику поля. Вот, ну, то есть, короче, вот это равенство, оно, я говорю, что оно явно не доказано, оно доказано при помощи вот слайс, когда слайс-спектралки, в общем, вот этого вычисления. И как-то это смущает. Вопрос? Доказать как-нибудь это явно. Например, через скабардизм какие-нибудь оснащенные или еще как-нибудь. В том смысле, что такое же равенство есть в каком-то там это? P3, да, это? Правильно. В смысле, в классической топологии для P3 там 24 получается. В смысле, там тоже есть элементик ню, который также устроен, то есть, это конструкция Хопфа на трехмерной сфере, которая группа. Вот. И 24 раза этот элемент равен нулю. И у того рассуждения есть не только, конечно, такое гомологическое доказательство, стоящее доказательство при помощи оснащенных кабардизмов. Причем, какая-то очень забавная, надо что там просто используется К3 поверхность, то, как у него хорошо устроено касательно, у К3 поверхности касательно расслоения. Там, не знаю, у нее характеристика как раз 24, если я правильно помню. И вот это 24, это как раз вот это 24, что там так хорошо устроено касательно расслоения, что можно выбрать 24 точечки. И в окрестности этих 24, вне окрестности этих 24 точечек там касательно расслоения можно тривилизовать. А в окрестности этих 24 точечек оно одинаково устроено. Там как раз оно устроено так же, как касательно расслоения некоторых мер на сфере. Ну, сейчас что-то очень сумурное произнес, В общем, есть явное забавное доказательство, которое использует К3-поверхность. Леш, извините. Оно топологическое. Топологическое, конечно, да. Здесь, конечно, такое не работает совсем никак. Абсолютно. Леш, извините. Я не ожидаю, чтобы ответить на мой вопрос. Задам его. К3-поверхностей, их много разных типов бывает. В смысле, явно заданных. Бывают происходящие из абелевых многообразий. В общем, вопрос. Знаете ли вы ссылку на то, где эта к3-поверхность записана? А там любую можно взять. А, даже любую можно взять. Да. Если я правильно помню, то любую. Ну, ладно. Хорошо. Ответили на мой вопрос. Ну, я говорю, что там важно только то, что LR-хатристика 24, и то, что с касательным расслоением там. Что там нужно? Ну, явное сечение какое-то найти. Келлер, его структура. Ну, в общем, там как-то... Ну, давайте оставим. Да, я аккуратно не помню, но... В общем, есть забавное вычисление, которое можно посмотреть, попытаться, но что с ним здесь делать, совершенно непонятно. Ну, а так, в общем, вот у нас есть какой-то явный элементик в фрейме 2 из SL2 в точку. И почему-то 24 раза он должен оказаться равен нулю. Должно же быть, это можно как-то явно доказать. Было бы интересно, если получится. Очень хороший вопрос. И может быть, действительно, какая-то очень красивая явная ответа АС. Число никак не зависит от поля. Это 24. Вот. Значит, у меня время почти кончилось. Давайте я тогда скажу какой-нибудь коротенький тизер, что я, может быть, в какой-нибудь из следующих разов расскажу. Про... Как это все связано с симпликтической ариентацией. Значит, есть такое замечание, хорошо известно, что если спектр, если теория когмологии ориентированная, тогда это равно нулю в ее коэффициентах. Ну, если у меня есть какая-то теория когмологии, то у меня всегда есть, конечно же, отображение из стабильно-гомотопических групп. Там всегда есть отображение в коэффициентах. Ну, это равно нулю в здесь. Это я имею в виду, что я беру элемент тикета, и я отправляю его в этих коэффициентах и смотрю, куда он перешел. Но вот в ориентированной теории когмологии это равно нулю. Но вот утверждение заключается в том, что если теория когмологии симпликтически ориентирована, тогда я не уравну нулю. И если вы хотите попытаться проверить, что теория когмологии не является стабильтически ориентированной, то можно, например, попытаться проверить, что там вот этот элемент не равен нулю. И действительно, есть хороший пример, где это можно проверить. Давайте я сформулирую это как теоремку. Значит, если у меня есть стабильная гомоотопическая категория над какой-нибудь хорошей, над какой-нибудь нейтровой схемой, например, и у меня есть еще один производная категория. Да, стабильная гомоотопическая категория – это когда мы стартуем со спектров, и проделываем универсальные конструкции, типа спуск Понясневича и одиногвариантность. А здесь мы стартуем с комплексов пучков. То есть это как бы линейная версия вот этого. Вот, между ними есть сопряженные функторы. Один из них называется взять комплекс просто соответствующий, то есть линейная версия. А второй функтор – это спектр Эйненберг и Маклеена. И мы можем взять такой спектр. Я его называю обычно H1Z. И это просто взяли сферический спектр, взяли, посчитали от него комплекс соответствующий, то есть линейная реализовали, и потом взяли, засунули то, что получилось, назад в SH. То есть это просто тензорная единица этой производной категории, но рассмотрена внутри SH. То есть если бы я здесь написал не d1, а, например, dm, то здесь бы получился просто комплекс, который мотив на когмологии представляет. То есть это просто, на самом деле, нейрализация сферического спектра. Вот, и теорема заключается в том, что это не равно нулю в... Нет, nu не равно нулю в... Внутри этого спектра. В частности, это означает, что этот спектр не является сиприктически ориентированным. Ну, а это на самом деле еще означает, что внутри производной... один производной категории нет изоморфизмов тома для симпликтических расстоений. Ну и для ориентированных тоже, значит. Т.е. категория как бы линейная, но смартфилов тома там нету. Хоть сколько-нибудь приличных. Я не знаю, там, мотив проективного пространства, укрепленного проективного пространства вы не можете разложить там на кусочки. А это не было изначальной целью? Нет, это, конечно, не было изначальной целью, да. Ага. Айуба, то тоже есть изоморфизма тома. А если вы все-таки в ципологии не с ними сейчас стоите, и с коэффициентами, то изоморфизма тома нет. Интересно. Вот. То есть это не такая простая категория. Как-то крученая она вся получается. Ну да, в смысле здесь недостаточно близко еще друг к другу подошли как бы алгебраистская часть и гомотопическая часть. Ну я не знаю, что она недостаточно ли линейризована, может быть, в каком-то смысле. То есть она не такая простая, как какие-нибудь мотивные обычные категории, типа даем, даем с волной. Вот. Да, это неожиданно. А как ты это доказываешь? Ты через фреймы что-то считаешь? Нет. Я это доказываю... Ну можно двумя способами, наверное, доказать. Да, я это доказываю, пользуясь ренджикшем, спидзвигом, аствайером. Они посчитали P1, а я из этого могу сделать вывод, то, что мы с тобой когда-то давно обсуждали, про P1 вот от этой штуки. И как бы глядя на их вычисления, из этого можно сделать вывод, как раз, что это становится, не становится нулем здесь. Там оно у них было порядка 24, а здесь оно становится порядка 12, кажется. Угу. Понятно. Вот. Но можно на самом деле ими не пользоваться, можно просто аккуратно посмотреть на то рассуждение, которое я когда-то с тобой давно обсуждал, и глядя на него сразу показать, что оно порядка... А, нет, нельзя, конечно, нельзя. Надо, конечно, ими пользоваться, да. Ну, если надо стартовать со знания о том, что оно порядка 24, а не меньше. То есть, из знания того, что оно порядка 24, а не меньше, дальше уже можно ими больше не пользоваться. То есть, тут не нужно явное впечатление всей диагонали или еще чего-то достаточно, значит, оно порядка 24, а не меньше. После этого можно посмотреть на этапе реализации его и понять, что... Ну, в общем, я, может быть, расскажу это аккуратно, рассуждение как-нибудь, а может, и нет. Вообще-то я пользуюсь сферическим аствайером и тем, что P1 от этого считается через P1 сферического спектра. Это оно 24 для каких-то полей достаточно сложных? Для любых. Я уже сказал, да, что для любых полей. А, вот так. Ага. То есть, получается, из этого следует, что ли, что плюс часть этой самой ню 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 В общем, когда ты обращаешь в двойку и ну да, в смысле, когда ты берешь это ДА1 и берешь там, не знаю, обращаешь двойку и берешь минус часть, то это что-то супер понятное. То есть, это очень понятная категория. А вот это как раз сложная, да. Так, а это что, она сильно отличается от switch? Если минус часть сильно отличается от switch? Или там, switch там что? Какой там ответ? Я забыл. Там же какой-то ответ есть, да? Типа гомотопическая категория над вещественным метальным сайтом. Ну да, если, например, S, это у тебя вещественные числа, то вот эта штука, это будет просто производная категория обелевых групп с обращенной двойкой. Ага. Ага. Есть у меня подозрение, что все гомотопические группы вне главной диагонали, они уже будут один над p модуль. Ну, это не доказано, но просто ремарк. То есть, вы говорите, что вот тут не надо писать единицу на p. Совершенно верно. Ну, может быть. Я на самом деле вообще про это ничего не знаю, но они все кручения должны быть, наверное, правильного. Да, если я буду рассказывать про эти полулокальные катюрии Милнера, ну, вот там это так. Ну, да-да. Ну, в смысле, они должны быть, наверное, правильного кручения, и поэтому делить не надо на p. То есть, там не должно быть покручения, да? Вот, характеристикой, мне кажется, вот, ну, вот, есть теорема Ишболгана, например, для катюрии Милнера. Да, катюрия Милнера, она только с p-кручением, но не p-unique, как это, однозначно делить. Так? Вот. А все, что вне диагонали из теоремы Гайсера этого Левина, следует, что мотивные кагомологии вне диагонали, они все уже по unique divisible. Я думаю, здесь вот это можно обобщить и на вот эти, как это, пииты, ну, в общем. Может быть, да. Пиита, и не ноль. Все. Вот так я бы сказал. Обращать p вроде, может быть, и не потребуется в итоге. сейчас я тебе скажу какое-нибудь утверждение про ню и про плюс часть. Сейчас я найду. на эти элементики Хопфа есть миллион разных соотношений. Там кого-то на кого-то поумножать и получается ноль. Сейчас я скажу какой-нибудь одной из них, из которого следует то, что ты спрашиваешь. есть соотношения. О, есть такое соотношение. Есть соотношение это умножить на ню равно нулю. Из этого, конечно, следует, что когда ты в минус части это когда ты обращаешь эту, значит, в минус части это равно нулю становится. Ну, ню равно нулю становится. Ну, а в плюс части оно не не равно как-то это можно понять но вот у дугера с айсаксоном у них есть статья про мотивное отображение хопфа как раз наверно это называется но буквки ню вот рендекс со пицциком а с твайером пользуются тоже конечно своем этом вычислении потому что их это вычисление она на самом деле говорит что я напишу какой-нибудь конкретное утверждение из них что из них следует что пи 1 фирического спектра минус 2 как раз то которое мне было интересно она что она за по 24 и генератор как раз не если не обратить я уверен не как где-нибудь есть такое соотношение она же положительная гомотопической что с положительной симплециальной градуировки может быть даже у дуги расисксона написано какую степень надо возвести вообще говорят а есть еще и третье отображение хопфа у них тоже но и зачем оно нужно пока я не знаю и никто им не пользуется мне кажется пока что это не оно обычно с 7 отображается в с 4 нет нет с 7 с 4 7 с 4 это наша ню как раз там с 15 в с 8 в смысле эта конструкция хопфа просто на семимерной сфере на которой есть умножение не ассоциативно уже но это неважно да кто-нибудь из присутствующих скажет ж 2 там причем или какая там группа должна участвовать ну уже 2 конечно но оно должно там отвечать какой-то приклеиванию клетки в смысле чему отвечает это это отвечает приклеиванию большой клетки в p2 да потому что конус отображения это конус для это это как раз p2 с отмеченной точкой букву коню она отвечает на самом деле на не видел чтобы это будет аккуратно написано она отвечает приклеиванию опять же большой клетки в p2 ну а там значит надо взять двумерная так сказать да двумерное кватернеонное пространство и взять там там приклеивание большой клетки но по 2 это как раз что-то там про f4 или про ж2 смотря какое брать ну да op1 это про ж2 скорее op2 скорее про f4 а у них же есть какие-то результаты про то что там вообще-то почти все не патентно но не про странные я их не читал особо у них есть миллион разных результатов про эти группы когда они их досчитают до конца тогда уже можно будет почитать ну про айсекса на основном ну ладно давайте тогда на этом закончим я уже точно все рассказал какие-то вопросы ответил в следующий раз я так понимаю пабло нам расскажет что-то потом не знаю пока потом какой-то момент гриша хотел рассказать нам что-то и я еще договорился с андом что он что-то расскажет в конце октября да это в конце октября уже будет 22 октября пожалуйста хорошо да то есть 8 будет пабло рассказывать а 15 пока не знаю кто если никто не найдется то я может быть откажу про ориентации вот эти более аккуратно это какое число сейчас последнее обсудили я сказал что восьмое это через неделю это пабло а через две недели пока еще нету докладчика но может быть я расскажу очень интересно если бы вы рассказали вот есть кто-нибудь захочет считать это число 24 я с удовольствием готов пообсуждать с кем угодно интересный вопрос да сколько какие простые они особенные два три дальше тоже есть какие-нибудь исключительные свойства простых чисел или все-таки после двойки-тройки там все обнуляется стабилизирует смотря какой вопрос ты хочешь задать но смысле 5 тоже бывают особенно в исключительно группах и 7 бывает даже иногда особенно я имею двуком активной гомотомической теории понятно что какой вопрос ты хочешь про нее задать ну тут какие-то она очень конкретное изображение хитрые но мне кажется в мотивах как раз только двойка особенно мотив на теории гомотопии а кстати это точно да точно ли можно сказать что если маленьких простых не становится эквивалентно такие чего еще раз что недостаточно обратить маленькие простые что плюс части сэйч стал изображен за эмо да точно можно сказать а как это понять но из алгебра стена это можно понять например то есть ты знаешь как бы алгебру стена для для дема но тут скреку алгебру на самом деле очень легко понять как примерно выглядит к алгебра стена для для 1 потому что здесь вот эта единица которая описала она на самом деле просто она приходит из топологического спектра ленберга макклеена то есть надо взять его взять соответствующий постоянный спектр это как раз вот это вот аша 1 за это но и поэтому вот эту штуку саму на себя умножать легко и приятно потому что это получается по логическое алгебра стена да просто то есть у этой штуки алгебра стена да она такая же как в топологии а в деме она не такая же как в топологии потому что там веса возникают какие-то не такие сдвиги оказывается но вот глядя на это можно понять что для мы да один разное и сколько простых кто не обращает обращающие не все то они разные можно добавить один момент если взять p1 от s да и вместо s подставить hz p1 hz да он вычисляется он полностью определяется по локальными группами но вы нам про это расскажите еще раз нет я просто говорю как на будущее что вот вот эта диагональ она ну в общем как-то вот можно принес если s это равно hz вот ну hz стиль да и там тоже понятно значит это будет тоже самое потому что мать ну ладно это все